Это Барби, съемка мотор. Всем привет, это Day Night TV и у нас вновь по традиции выпуск самых интересных новостей кино и шоу-биза за прошедшую неделю. И сегодня в выпуске. Пока София Вергара разводится, Дольф Лунгрен сходится. У меня вот это вот все, это натуральное. Пока Сальма Хайек рассказывает, как она так классно выглядит, то Джейми Фокс выкарабкивается после болезни. Пока Дисней подумывает изменить повестку для некоторых стран, то Джеймс Кэмерон прогнозирует восстание искусственного интеллекта. Все это, а также новые трейлеры и киноновинки в нашем сегодняшнем выпуске. Смело жми лайк, а мы уже начинаем. Дисней решил пересмотреть политику по продаже своих фильмов и мультиков в консервативные страны, где к ЛГБТ относятся, мягко говоря, не очень. Ой. Ммм, ну приветики, а ты такой дерзкий. Да не, 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 я не такой. Ах, хотя ты такой красивый. В общем, теперь могут планироваться две версии контента. Одна такая, которую Дисней сам любил. А вторая более традиционная, ну, дабы остаться в хороших отношениях с консервативными странами. А какой вариант контента выбрал бы ты? Ариана Гранде кинула бывшего и сошлась со Спанч Бобом. Это я. Ну как, не мультяшным, конечно, а с его бродвейским прототипом, Итаном Слейтером. Парниша играет в мюзикле эту роль. Я совсем запутался. У Итана была жена и ребенок, но все это ради красотки Арианы было стремглав брошено. Многие вообще не понимают, а что же она нашла в этом рыжике? И всем интересно, как же они сошлись? Не, ну я ей просто кинул в инстаграме огонек. Она ответила. Ну, а дальше понеслась. Но и это еще не все. Ариана Гранде и Итан Слейтер вместе снимаются в фильме-мюзикле «Злая» с Мишель Йо в главной роли. Выход картины планируется на 2024 год. Так что, видимо, там он ее и покорил. Ну что, друзья, сколько времени им даете найти отношения? Если мне повезет, мистер Талант, возможно, частично будет моим. Пока Том Круз жалеет о утраченных отношениях, то Николь Кидман счастливо живет с австралийским кантри-певцом Китом Урбаном аж с 2005 года, что по меркам Голливуда очень приличный срок. На вопрос, в чем же секрет их успешного брака, актриса ответила, что нужно просто разговаривать. Оказывается, они не пишут друг другу в мессенджерах, а предпочитают созваниваться, чтобы слышать голос друг друга и стараются найти время для встречи, чтобы пообщаться вживую. Актриса верит, что это правило действительно работает, и благодаря именно этому они до сих пор вместе. Да и на ТВ видели их два раза на церемонии «Золотой глобус». И, судя по этим кадрам, они реально неравнодушны друг другу. Фильм Барби продолжают нахваливать те, кто уже побывал на премьере. Это Барби, съемка, мотор. Это фильм, который точно всем понравится. На полном серьезе заявил Джон Сина. А тем временем все отмечают, что самое веселое было это создание ярких интерьеров, декораций и костюмов для актеров. Режиссер Грета Гервик вспоминает, «Ой, это было так необычно. Все эти текстуры, переходы, цвета, боже. Я сидела, смотрела в монитор и просто не верила, что мы это снимаем». Барби, стой! Тем временем многие уже заговорили о спин-оффе, про Кена, только лишь с Райаном Гослингом. Или же о сиквеле с бодипозитивной Барби. Будешь такое смотреть? Ну что, кто со мной? Всем пока-пока! Меган Фокс чуть было не пострадала в драке, а ее парень Мэшинган Келли отхватил по лицу. Говорят, что кто-то сказал грубый комплимент в адрес Меган, а ее рэпер пошел разбираться и тут же отхватил. Тогда в дело вмешался огромный телохранитель, который успокоил дерзких пикаперов. А как бы вы повели себя в этой ситуации? Прошли бы молча на игноре или погнали бы разбираться? Ублюдок, мать-то, а ну иди сюда, говно собачье, а? Решил ко мне? Вышел полноценный трейлер сериала «One Piece». Большой куш от Netflix. Богатство. Слава. Власть. Я нашел все, что этот мир мог мне предложить. Сбросьте отковы и отправляйтесь в море. Чтобы найти мое сокровище. Это сериал о веселых пиратских приключениях по мотивам аниме «One Piece». Так, что вы скажете? Вы со мной? Не одешь? Приключенческая комедия расскажет о сверхэластичном молодом пирате. Меня зовут Манки Де Луки. Обладающим суперспособностью растягивать и изменять свое тело. Я буду королем пиратов. Собрав команду единомышленников, они отправились в эпическое приключение. Вот и готово. И что это такое? Наш веселый Роджер. Мы команда соломенной шляпы. Сражаясь с грозными противниками и покоряя морские просторы, они постараются разыскать сокровища. Выстрел по палубе! А получится ли у них это? Скоро узнаем. Знаменитый актер Джейми Фокс еле выжил. Да я просто прошел через ад. Напомним, Джейми – звезда таких фильмов, как «Штурм Белого дома», «Малыш на драйве», «Несносные боссы» и, конечно… Джанго. Здрасте. И вот в начале этого года он потерял сознание на съемках и его срочно госпитализировали. Семья при этом постоянно скрывала причину. «Я знаю, что многие ждали от меня какой-то информации, но я просто не хотел, чтобы вы меня видели в плохом состоянии». Актер также не стал раскрывать свой диагноз, однако уже поговаривают, что это был тромб. Но, несмотря на это, Джейми сохраняет бодрость духа и чувство юмора. «Многие говорили, что меня парализовало или что я ослеп, но вы посмотрите, как работают мои глаза. Они отлично видят и двигаются. Видали?» Ну что ж, желаем актеру скорейшего выздоровления и ждем снова в кино. А вы напишите в комментариях, какие фильмы с ним вам запомнились больше. Семикратный обладатель «Золотого мяча», который в этом году, скорее всего, может стать восьмикратным, после окончания контракта с французским клубом «Парис Сан-Жермен», наконец определился с клубом. Оказалось, что он выбрал американский клуб «Интер-Майами», который принадлежит группе инвесторов, основной из которых — бывший английский футболист Дэвид Бекхэм. 35-летний Леонель Месси отдал предпочтение США, потому что ему пообещали долю от трансляции матчей МЛС на Apple TV, а также контракт с Adidas как дополнительный бонус. «Ничего личного, только бизнес». Дэвид Бекхэм был очень рад сделке и на конференции заявил. «Это было сложно, но мы это сделали. Хочу поблагодарить всех, а особенно Day Night TV за медийную поддержку». Дженнифер Лопес и Бен Аффлек весело отмечают свою первую годовщину новой семейной жизни. Пара красиво оделась и отпраздновала это событие, устроив романтический ужин в Санта-Монике. Несмотря на то, что многие скептически относились к их воссоединению, они по-прежнему вместе. Ой, ну бывает ругаемся там, ну что, мы не люди что ли? И Бен, бывает, подтягивает по чуть-чуть и накидывается. Ну ничего, как-то ж решаем все. Главное что, любить друг друга и доверять, а дальше видно будет. Ну что, как думаете, продержатся они как пара? Сражайся! Есть, сэр! Columbia Pictures и Sony PlayStation представляют от режиссера района номер 9, Элизиума, робота по имени Чапи Нила Бломкома. Сюжет вдохновлен реальной историей Яна Марденборо, подростка и фаната игры Gran Turismo, мечтающего стать автогонщиком. Все, чего я хочу, так это быть гонщиком, я им стану. Главные роли исполнили Дэвид Харбор и Орландо Блум. Мои дети, это всего лишь геймеры. Так потому тебя и позвали. Смогут ли лучшие геймеры, которые побеждали в гоночных симуляторах, стать реальными автогонщиками? 10 из вас это лучшие. Так, а кого это тут укачало? Спортивная драма Gran Turismo, основанная на одноименной игре, запланирована к выходу на август этого года. Пишите в комментариях, кто помчится смотреть. Gran Turismo Ну что, свершилось. Топ-модель Барбара Палвин и актер Дилан Спроуз стали мужем и женой. В своем инстаграме модель показала волшебные фотографии их свадьбы. Церемония прошла в имении родителей Барбары. А из гостей было всего лишь каких-то 115 человек. Ну что ж, поздравляем молодоженов и желаем... Счастья, здоровья. Счастья, здоровья. Счастья, здоровья. И вам того же. Эй, Джо, как тебе София? Да не о чём. Актер Джо Манганьелло из Супермайка расстается после почти 8 лет брака с актрисой и моделью Софией Вергарой. Оказывается, актриса сама улетела праздновать свой день рождения в Италию и при этом сняла демонстративно обручальное кольцо, на что Джо в этот день запостил банальное фото и холодно написал «С днём рождения». Друзья говорят, что он даже собаку свою поздравлял гораздо креативней. В общем, ещё одна голливудская пара уже всё. В сети завирусилось видео, как Эд Ширан поздравил своего самого юного фаната с днём рождения, выслав ему огромный подарок. Рону от Эда. Как известно, певец Эд Ширан давно старается уделять внимание фанатам, устраивать импровизированные концерты и приходить на встречи. Да, я обожаю детей, хотя я и сам ещё не такой уж и старый. В общем, Эд взял и послал шестилетнему фанату... Гитара! Там большая гитара! О, смотри, а он тебе ещё и диски поподписывал тут. Тут ещё и микрофон, а ещё и игрушки. Так что теперь малыш сможет учиться петь песни прямо как Эд. А вот какой подарок и от какой звезды хотели бы получить вы? Лучше мой подарочек – это ты! Модель Джиджи Хадид едва не попала в тюрягу на Каймановых островах. На въезде её поймали с травкой и всякими там бульбуляторами. Да всё уже порешали. Понятное дело, что порешали. Звезда сказала, что покупала всё в Нью-Йорке, где это легализировано. Ну а на Кайманах оказалась под запретом, но она этого не знала. Но не беда, заплатила штраф и вперёд быстрее фоткаться на пляжах. А местные, так они и так сами принесут, что надо. Блин, лажа какая-то, вообще не берёт. Опять фуфло подсунул. Новый поворот в старом деле об убийстве рэпера Тупака Шакура. Полиция Невады внезапно провела обыск дома в городе Хендерсоне, пригороде Лас-Вегаса. Дом расположен в 30 километрах от места убийства рэпера Тупака Шакура в сентябре 96-го года. Якобы у полиции была там наводка и новая зацепка. Как известно, Тупак был застрелен в возрасте 25 лет ещё в далёком 96-м. Тогда его автомобиль изрешетили из проезжающей мимо машины в Лас-Вегасе. Преступник скрылся, а полиция впала в ступо. С тех пор прошло уже 27 лет, однако в этом штате дела не закрывают по сроку давности. Ветераны сыска всё ещё надеются что-то узнать. Хотя была у них одна сплетня, что того рецидивиста, который убрал рэпера, уже и самого давно нет в живых. Как думаете, реально ли раскрыть дело спустя столько лет? Садитесь на телефон, коллега, и обзвоните все гостиницы. 65-летний шведский актёр и каратист Дольф Лунгрен на прошлой неделе отпраздновал собственную свадьбу с 27-летней фитнес-тренершей Эммой Крадайл, с которой они обручились ещё в 2020 году. Торжественное событие прошло на греческом острове Миконос, где у актёра есть вилла. Церемония была скромной и тайной. Ну что ж, поздравляем пару и желаем им, как обычно, Счастья, здоровья! Счастья, здоровья! И вам того же. 56-летняя Сальма Хаек в своём интервью для подкаста Let's Talk of Camera рассказала, почему же она так хорошо выглядит. Никаких уколов. У меня вот это вот всё, это натуральное. Ага. Как известно, актриса продолжает активно сниматься и появляться на красных дорожках. И при этом всегда получает комплименты на тему натуральной красоты и очень ухоженного внешнего вида. И при этом, ну никаких вульгарно подколотых губ или закачанных филеров. Сальма заявила, что вообще не использует ботокс или какие-то инъекции. Только лишь аппаратная косметология для лифтинга и, внимание, медитация. Да, умение расслабляться и не стрессовать – это, по её словам, главное. В общем, её муж-миллиардер Франсуа Пино доволен и дома всегда может отвлечься с ней от своего бизнеса. Красивая женщина сама по себе отвлекает внимание. Джеймса Кемерона попросили поделиться своими мыслями о развитии и потенциальных опасностях искусственного интеллекта. Кемерон ответил, что полностью разделяет эти опасения и вспомнил, что в его Терминаторе высказывались похожие мнения. Я же предупреждал вас ещё в 1984-м, но вы не слушали. Я думаю, что наибольшую опасность представляют попытки превратить искусственный интеллект в оружие. А теперь внимательно слушайте меня. Я считаю, что мы попадём в аналог гонки ядерного вооружения, но уже с искусственным интеллектом. И если его не создадим мы, то наверняка создадут другие. И ситуация будет только лишь обостряться. Откуда нам было знать? Просто представьте, искусственный интеллект на сцене боевых действий, когда за всё отвечают компьютеры, принимая решение на такой скорости, с которой люди не смогут справиться, упуская возможность деэскалировать конфликт. А я не стану завершать работу над новым процессором. Никто не должен продолжить вашу работу. Да. Борис Сан-Жермен продаст Мбаппе саутовскому Альхлиалю, если тот не продлит контракт. Саудиты готовы выложить за француза 200 миллионов евро, в то время как Реал не готов платить столько за игрока, который и так перейдёт к ним бесплатно в следующем году. По слухам, в борьбу за Киллиана уже включился Челси. Ну а в это время Лионель Месси, который недавно перешёл в американский клуб Интер Майами, забил свой первый решающий гол, да ещё и на добавленной минуте, да ещё и со штрафного. Молодец! Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли отправились в театр на мюзикл «Матильда» в Лондоне. Им так понравилась постановка, что они сделали фото со всей труппой. Райан вообще любит театр, и как только появляется свободное время, то с удовольствием посещает разные пьесы. Да, я хожу на разные жанры. Отелло вот нравится. Помните, как он там Дездемону, ну так сказать, воспитывал? Друзья, а кто из вас тоже любит театр? И вообще, давно ли вы там были? Майкл Джей Фокс и его жена Трейси Полон отмечают 35-летие своей свадьбы. Пара опубликовала посты в своих инстаграм-аккаунтах, чтобы отметить этот юбилей. 62-летний актер, сыгравший главную роль в фильме «Назад в будущее», поделился фотографиями, на которых он с Трейси изображены на протяжении всех лет совместной жизни и подписал «35 лет смеха, внимания и любви к тебе». Спасибо за все! На веки твой, Майк. А жена Майка, актриса, которая снималась в таких фильмах, как «Семейные узы» и «Яркие огни большого города», также поделилась своим нежным поздравлением с мужем, опубликовав фотографию с их совместного отдыха. Напомним, Майкл и Трейси Полон познакомились в 1985 году и поженились в 1988 году. У них четверо детей. Ну и по традиции пожелаем им счастья, здоровья, счастья, здоровья, счастья и вам, того же. Вышел новый трейлер «Американской истории ужасов», где кроме привычных актеров появится и Ким Кардашьян. Ну я не знаю, что из этого выйдет. Многие захейтили такой выбор шоу-раннера сериала Райана Мерфи. Мол, ну какая же из нее актриса? Но он настоял. Наверное, ждет всю ее фан-базу в зрителях, чтобы поднимать рейтинг. Также в этом сезоне снимаются Эмма Робертс, дочь Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс, а также Кара Делевинь. Да, помнится, были в этом сериале и очень удачные сезоны. А были и откровенные провалы. Посмотрим, что наваяют нам создатели тут. Ну а судя по трейлеру, нас опять ждут жуткие обряды, странные существа в латексе, какое-то опасное мурло, завернутое в пеленку и все, что может пощекотать нервишки. Ну что, кто смотрит такое, народ, отпишитесь в комментах. Интересный факт. В 1998 году Майкл Бэй снял научно-фантастический фильм «Армагеддон» о команде рабочих нефтянников-бурильщиков, посланных НАСА, чтобы остановить астероид, движущийся по курсу столкновения с Землей. Фильм имел огромный успех и стал одним из лучших за десятилетия, собрав 534 миллиона долларов по всему миру. Однако у фильма также была репутация и немного глуповатого. Фильм был выдвинут на премию «Золотая малина» в семи категориях, в том числе и как худший фильм. Да фильм вообще бомба, ракета в космос, ну как и канал ДНТВ, подпишись. Правда, досталась Ленде только одна премия, ее получил Брюс Уиллис за худшую мужскую роль. В комментарии к фильму на DVD даже Бен Аффлек разозлил Бэя, спросив, почему было легче обучить нефтяных бурильщиков, чтобы они стали космонавтами, чем астронавтов, чтобы они стали бурильщиками. На что Бэйл спокойненько ответил «Заткнись!». Много известных актеров послали нас нахуй. Джордж Клуни и режиссер Стивен Содерберг вспомнили, как они начинали работать над серией фильмов про друзей Оушена. Хочешь очистить казино? Как известно, в трилогии снялось немало звезд, однако многие вначале отказывались. Да мы буквально приходили к ним домой и уговаривали. Среди тех, кто отказались, были Марк Уолберг, который тогда был занят в фильме «Планета обезьян», а также Джонни Депп, который сфокусировался на роли в «Пиратах Карибского моря». Да, это по мне. Но, как сказал Клуни, да, потом они все пожалели. В итоге звездная трилогия про друзей Оушена заработала в прокате больше миллиарда долларов. Пиши в комментариях, а как тебе серия фильмов про друзей Оушена? Вы, ребята, явно рихнулись. А это значит, и помощники нужны из таких же чокнутых. Фанаты всех стран, объединяйтесь, и вам будет веселее. Маленькую девочку, которая только что покинула концерт Тейлор Свифт и была очень этим расстроена, решили поддержать другие фанаты Тейлор, которые оказались вместе с ней на одном авиарейсе. В итоге получился настоящий мини-концерт, а видео стало вирусным. К концу импровизированного концерта настроение улучшилось как у девочки, так и у остальных пассажиров. Это замечательный пример того, как мелкие акты доброты и радости могут повлиять на наше настроение и сделать наш день ярче даже в ситуациях с задержкой рейса. Ждем фидбэка от Тейлор Свифт. Друзья, Дейнай ТВ благодарит всех активных подписчиков, каждый ваш лайк и комментарий помогает продвигать это видео. Так что, если вам нравится формат, не забудьте сделать то же самое и под этим выпуском. Отдельная благодарность всем спонсорам. Хочешь новости про свою любимую звезду, тогда становитесь спонсором канала и вы. На этом все, увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.